Здравствуйте, Гусурий Скорпус. Вкратце опишу свою маленькую проблему. Приобрел этот двигатель в восемнадцатом году в Санкт-Петербурге. Ездили туда в командировку. Решил как-то стать водномоторником. Купил я его на Авито за 40 тысяч рублей. В общем, горе хапнуло. Приехал я на Урала, недалеко от Нижнего Тагила живу. Приехали, в общем, не чтобы посмотреть, мне масло в редукторе, ну и я головой на речку покатался на пруду на нашем, потом поехали на реку, недалеко у нас тут есть. И, в общем, проехал, ну не знаю, часа два на нем катался и был стук в редукторе. По приезду домой разобрал редуктор. Редуктор у меня разобрался очень легко, очень странно. Посмотрел, как вы там мучаетесь, все греете. У меня тут все, правда, с включами открутилось. В общем, увидел такую картину. Слово на шестерне переднего хода. Зализан пиньон, шестеренка. Там, по-моему, топорная шестеренка должна быть. Как на упорная шестерня называется. Ой, подшипник. И он у меня полностью рассыпался. Ну, в итоге что? Вот этим здесь стоят эти подшипники конусные. Им хана. Сальником всем хана. Игольчатые подшипники тоже все заржавели. Сам вал и храповик вроде в хорошем состоянии. Ну, это я так думаю. Ну, видно, что они там какие-то не залезанные, не все. Ну, посмотрите. Сам вертикальный вал вроде тоже в хорошем состоянии, только единственное, где вот помпа, там какая-то потертость есть. Основание помпы тоже пластина под замену, потому что она же какая-то совсем изношенная. И трубочка вот здесь стоит, охлаждение, которое в резинку втыкается. Вот и трубка как будто она сломана. Не знаю, может она и не сломана, может она такая и должна быть. Ну, что касается редуктора. В общем, в принципе, я залез на этот Мегазит посмотреть все запчасти, то, что стоит. Как меня прошлый хозяин уверял, что этот мотор 2002 года. Но, судя по шильдику, этот мотор 90-го года. Ну, смотрел я на 90-м этот мотор Yamaha 99-90-го года. В общем, по запчастям написал себе список запчастей. В принципе, знаю, какая сумма ремонта у меня ожидает. Ну, ладно. Дальше что? Дальше я замерил у мотора компрессию. Компрессия показала на одном горшке 6, а на другом 6,5 килограмм. То есть, понятно, что что-то с мотором. Ну, скорее всего, он требует капиталку. Ну и в общем, вот такой вопрос у меня. Во-первых, возьмете ли вы за этот мотор или нет? Если все-таки да, то можно ли мне как-то вот насчитать сразу стоимость полную капиталки и редуктора. Понятно, что сейчас невозможно посчитать полностью, да, там, вот, допустим, она столько-то стоит. Надо все вскрывать и все смотреть. Ну, хотя бы приблизительно, сколько будет стоить полная капиталка мотора и редуктор. Просто как-то вышел у вас ролик, точно такой же мотор. Вот такой же. Вы его полностью капиталили и красили в белый цвет, и он у вас ушел тогда что-то за 70 тысяч. Ну, и я вот, и тут у меня в голове родилась мысль, можно все-таки послать его вам. В общем, что еще по мотору могу сказать? Так бы хотелось бы мне по мелочам заменить вот эту кнопку, где чека одевается. Она уже такая задубелая. Ездит он без чеки. У меня и не было. В принципе, я клиент не вредный. В мае сдал на права водомоторную технику. Мотор у меня есть. Мне как бы не к спеху. Сделайте в этом году, значит, в этом. Сделайте в следующем году, в следующем году, значит. Тут как вам очередь подойдет к нему, ну, очень мне не к спеху. И еще такой моментик. Если все-таки цена будет классная, скажи, пожалуйста, сколько будет стоить его покраска? Все-таки, может, получится его покрасить. Но не в белый, конечно, цвет, а в какой-нибудь, ну, такой, или черный, серебристый. Ну, вот, наверное, и все. Всем привет! Ну, вот мы и получили этот лодочный мотор. Распаковали его. Весь мотор полностью перекрашенный. У него оригинальная короткая нога, не укороченная. Родная эска. Экспортный вариант для Европы. Оригинальный шильдик старого образца Yamaha 99D. Наверное, одна из первых моделей. Мотор примерно 85-го года. Редуктор мы сняли, потому что редуктор приехал к нам полуразобранный. Мы запустили мотор без редуктора. Подали воду в трубку охлаждения и решили запустить. Просто послушать, как он работает. Мотоголовка почему-то была плохо прикручена к двигателю. Болты были чуть ли не наживлены. И мы обратили внимание при проверке, что попадала вода в цилиндры. Думали, что прогрела прокладка, но она целая. Компрессия у этого мотора была 8,9. И мы думаем, что вода могла поступать через выхлоп снизу из-за того, что блок был не прижат. Мотор был только в пресной воде. По морю не ходил. Каналы рубашки охлаждения чистые. Никакой соли здесь нет. Разобрался в принципе неплохо, но все равно за такое время уже болты у него закисли. Пришлось даже греть. В рубашке охлаждения анод абсолютно не корродирован. Целый, хороший. На свечных проводах, если снять один свечной колпачок, можно посмотреть год выпуска этого мотора. Очень плохо видно, но это 85 или 86 год. В принципе, как я и угадал. Мотор подготовили к продаже. Были заменены подшипники коленвала. Изготовлены вот такие наружные обоймы, чтобы установить сюда неродные подшипники. Нижний подшипник и верхний подшипник вставлены в такую обойму. Средний подшипник развалился. Перекатываются шарики сепаратора. Этот подшипник побил нижний цилиндр. Сепаратор начал рассыпаться и повредил поршень. А также повредилась гильза. Остался след, а рядом трещина. И придется перегильзовывать скорее всего оба цилиндра, потому что нет смысла оставлять верхний цилиндр. Там тоже задиры. Задиры и раковины. Поршень верхнего цилиндра тоже не в лучшем состоянии. Видим, что шатуны разные. Нижний шатун менялся. Верхний оригинальный шатун скоро рассыпался бы. Он сильно болтается. Сальники коленвала стояли неправильно. Верхний сальник стоял наоборот. Нижний сальник тоже стоит наоборот. Пружинный вовнутрь. А внутри сальник вертикального вала болтается. Почему-то он там не сидит, а болтается. На головке блока в нижнем цилиндре остались следы от сепаратора. В общем, необходимо здесь перегильзовывать оба цилиндра, устанавливать сюда новые поршни стандартные. Перегильзовывать коленчатый вал, менять все подшипники, ставить нормальные подшипники. Вместо этих самодельной обоймой. Менять оба шатуна. В редукторе менять шестерню переднего хода. Есть сколы. Менять пиньон. Менять все подшипники, они ржавые. Вот пластина основания помпы. Вся такая красивая, обработанная. Внутри и снаружи. А это редуктор. Прилегающая плоскость к дейтвуду тоже обработана. Неизвестно с какой целью. В оригинале такого нет. Эта поверхность загрунтована должна быть. А если посмотреть вовнутрь, здесь столько много раковин, что говорит о том, что редуктор был в морской воде. Но как такое может быть, если мотор пресноводный? А все потому, что редуктор не родной. Редуктор установлен от другого мотора. Если мы посмотрим здесь анод, то его закрасили. И он такой разрушенный. То есть он работал в морской воде. Редуктор не от этого мотора. Редуктор соленый, а двигатель пресный. В нижней части вертикальный вал пытались восстановить. Здесь работает игольчатый подшипник. Видимо подшипник этот когда-то разрушился. И немного съел вот эту рабочую поверхность. Эта поверхность была наварена и проточена. Но проточена не на токарном станке, а проточена вручную. Мы видим, как здесь все неровно. И в таком состоянии этот вал был установлен в редуктор. Лишь бы поработало, лишь бы продать. Упорный подшипник пиньона рассыпался. Из-за чего вертикальный вал при работе стала поднимать вверх. Эта втулка начала выдавливать пластину помпы. Пластина согнулась. И начала тереться крыльчатка. Получился такой след. Но кроме пластины и крыльчатки под замену попадает также и корпус помпы со стаканом. Потому что кто-то его протер. Стакан должен немного выступать из корпуса. Но его решили вровень сточить. Грибной вал тоже под замену. Потому что здесь раковины. Как раз где работает подшипник. И вот владелец интересовался. Сколько же стоит ремонт? А ремонт мы посчитали этого мотора. Обойдется владельцу 90 тысяч рублей. Продавец, который делал этот мотор на продажу. Не стал менять средний подшипник. Потому что он довольно-таки дорогой. Он решил его оставить как есть. А эти подшипники тоже в оригинале стоят недешево. И он поставил сюда самые простые подшипники. Изготовил сюда обоймы. С этим мы сталкиваемся уже не первый раз. Наверное это один и тот же человек делает. Подшипники самые простые. Возможно даже не высокооборотистые. Самые дешевые. Здесь на поршне отсутствует стопор. И палец просто выступает из поршня. Либо этот стопор вылетел. Либо его забыли поставить. На этом поршне оба стопора есть. Еще обратил внимание, что номер на блоке. 27-03-98. Который должен совпадать с номером на подвеске. Отличается от этого номера. 0-4-86-29. Значит не только редуктор здесь не родной. Но еще и мотоголовка. Нет, она такой же модели 9.9-D. Но она менялась. Менялась. Просто собирался конструктор для продажи. Менялась. Н unmute. Субтитры сделал DimaTorzok